Девушки отдыхают Ребекка В главных ролях Лоуренс Оливье, Джоанн Фонтейн В фильме также снимались Джордж Сэндерс, Джудит Андерсон, Глэйдис Купер, Найджел Брюс, Реджинальд Дэнни, Сио Бри Смит, Мелвил Купер и другие Продюсер Дэвид О. Селзник Автор сценария Роберт Шервуд, Джоанн Хэррисон Оператор Джордж Барнс, композитор Франс Уэксман Режиссер Альфред Хичкок Прошлой ночью мне приснилось, что я вернулась в Манделе Мне снилось, что я стояла у железных ворот, ведущих в замок Некоторое время я не могла проникнуть внутрь, так как они были закрыты Затем, словно наделенная какой-то сверхъестественной силой, как это бывает в сновидениях, я прошла словно дух сквозь решетку, преграждающую мне путь Передо мной лежала дорога, такая же, какой я ее знала, вся в крутых поворотах Но через несколько шагов стало видно, что дорога сильно изменилась Природа постепенно превращала ее в первозданный вид, захватывая ее своими цепкими пальцами Широкая когда-то подъездная аллея стала узкой тропинкой Но вот и замок Мандели Мандели, молчаливый и суровый Время не смогло нарушить потрясающую симметрию этих стен Лунный свет причудливо преломился, и мне вдруг показалось, что в окнах горит свет Но тут облако, словно черная рука, закрыло луну Видение ушло вместе с ней Передо мной были развалены голые мрачные стены Мы больше никогда не вернемся в Мандели Никогда Но иногда в своих снах я все же возвращаюсь туда В тот странный период моей жизни, который начался на юге Франции Субтитры создавал DimaTorzok Не надо! Что вы так кричите? Кто вы такая? Что вы смотрите? Простите, я не хотела, я подумала... Вы подумали? Что вы тут делаете? Я просто гуляла Гуляйте дальше, только не кричите так Я больше никогда не поеду в Монте-Карло в это время года Ни одной знаменитости во всем отеле Холодный, как лед Официант! Гарсон, позови его, пусть он принесет мне... Да это же Максим де Винтер Здравствуйте! Добрый день! Я миссис Ван Хоппер Как приятно встретить вас здесь Я уже почти отчаялась встретить кого-нибудь из знакомых в Монте Мистер де Винтер будет пить со мной кофе Иди попроси этого идиота-официанта принести еще чашку Мне придется вам возразить Мы будем пить кофе втроем Гарсон, кофе, пожалуйста Сигарету? Нет, спасибо А знаете, я ведь узнала вас, как только вы вошли Хотя я не видела вас того вечера в кассино на Палм-Бич Возможно, вы не запомнили такую пожилую леди, как я Вы часто играете в железку здесь, в Монте? Боюсь, я слишком стар для таких развлечений Как я вас хорошо понимаю Что до меня, если бы у меня был такой дом, как Мандели Я бы вообще не приезжала в Монте Я слышала, что это одно из самых больших поместьй в стране И там просто необыкновенно красиво А что вы думаете о Монте-Карло? Это довольно беспорядочное Она очень капризна, мистер де Винтер Вот в чем ее проблема Многие девушки отдали бы все, чтобы побывать в Монте-Карло Думаете, оно того стоит? Теперь, когда мы снова встретились, я надеюсь, мы будем видеться Вы просто обязаны попробовать моего вина Надеюсь, вам дали хорошую комнату, ведь сейчас много свободных Вы можете потребовать и другую Ваш лаке еще не распаковал ваши вещи Боюсь, у меня нет лакея Не хотите ли его заменить? Но я не думаю Возможно, ты могла бы помочь мистеру де Винтеру Если ему что-нибудь нужно, ты способная девочка Заманчивое предложение, но мне пора вернуться к машине Кто хочет ехать быстро, должен ехать один Вы, возможно, об этом не слышали Как вам это нравится? Ему кажется, что этот внезапный отъезд должен быть забавным Пойдем, поднимемся наверх Ключи у тебя Да, миссис Ван Хоппер Я помню одного весьма известного писателя У него была привычка удирать черным ходом, как только он замечал, что я поднимаюсь по лестнице Думаю, он был неравнодушен ко мне Кстати, дорогуша, я не хочу испортить вам настроение Но сегодня вы слишком старались выставить себя на показ Вы даже пытались монополизировать беседу, чем очень смутили меня Да и его, я думаю, тоже Мужчинам не нравятся подобные манеры И не обижайтесь, в конце концов, я здесь отвечаю за ваше поведение Возможно, он не занятил этого Бедняга Он никак не может пережить смерть своей жены Он просто боготворил ее Какая я неловкая Так глупо с моей стороны Простите, пожалуйста, не беспокойтесь, ничего страшного Оставьте это, принесите еще один прибор на мой стол Мадмуазель будет завтракать со мной Не нужно Почему нет? Пожалуйста, не нужно это делать из вежливости Очень мило с вашей стороны, но мне будет достаточно того, что они поменяют скатерть Это не из вежливости, я хочу позавтракать с вами Пойдемте Мы можем не разговаривать, если вы не хотите Большое спасибо Я бы съела просто омлет Да, мадмуазель Что с вашей подругой? Она простудилась и лежит в постели Простите, я вчера был с вами груб Единственное оправдание, так это то, что я отвык от людей Не стоит извиняться, вы просто хотели бы быть один Скажите, миссис Ван Хоппер ваша подруга или просто знакомая? Нет, она наняла меня, я так называемая платная компаньонка Не знал, что дружеские отношения можно купить Я посмотрела определение слова «компаньонка» в словаре, там написано, что это близкий товарищ Я вам не завидую Но она правда очень добра, и мне нужно зарабатывать на жизнь У вас нет семьи? Моя мать умерла много лет назад, у меня был только отец, а он... он умер прошлым летом И вот я взялась за эту работу Вам было тяжело? Да, вы правы Мы хорошо с ним ладили Вы и ваш отец? Да Он был хорошим человеком, очень необычным Кем он был? Художником У него хорошо шли дела? Мне кажется, люди не понимали его Да, это проблема Он рисовал деревья, по крайней мере, одно дерево Все время рисовал одно и то же дерево? Да, понимаете, у него была своя теория, что если ты находишь что-то совершенное, место или человека, ты не должен упускать это Вам кажется это глупым? Совсем нет, я согласен с этим А чем занимались вы, пока он рисовал свое дерево? Я присматривала, сделала наброски, я тоже не скучала Вы собираетесь сегодня делать эскизы? Да Где? Я еще не решила Я могу подвезти вас куда-нибудь? Ой, нет, пожалуйста, я не хотела Чепуха, заканчивайте завтрак и поедем Спасибо, ты очень милая с вашей стороны, но я не голодна Да ешьте это, будьте хорошей девочкой Вы уже достаточно времени работаете над этим рисунком Должно быть, он хорошо получился Нет, не смотрите, он еще не закончен Лучше он уже не станет, дайте мне посмотреть Это всего лишь набросок, я его еще не закончила Дайте посмотреть Мой нос в этом ракурсе действительно имеет такой изгиб прямо посередине Вы не слишком удобный объект для рисования Выражение вашего лица постоянно меняется Правда? Тогда я лучше сосредоточусь на пейзаже, чтобы мой профиль был более выразительным Это напоминает мне побережье у меня дома, вы слышали о нем? Да, я была там со своим отцом на каникулах Один раз я зашла в магазин и увидела открытку с красивым домом прямо на берегу моря Я спросила продавца, что это за дом, и он ответил Мандали Мне стало стыдно, что я не знала В Мандали очень красиво Для меня это место, где я родился И прожил всю жизнь А теперь я сомневаюсь, что хочу его видеть Нам ведь повезло, что у нас здесь хорошая погода Я не припомню, чтобы в Англии можно было купаться до июня А вы? Здесь вода такая теплая, что могу купаться весь день Хотя здесь опасные течения В прошлом году здесь утонул человек Я никогда не боялась утонуть, а вы? Поедемте, я отвезу вас в гостиницу О, да Я хорошо знакома с мистером Девинтером Я знала его жену до замужества Она была красавицей Ребекка Хилгрид Бедняжка Она утонула, когда ходила на лодке в Мандали Он просто разбит своим горем Мне нужно это принять Что за гадость? Дайте мне шоколаду, быстрее А вот и ты Давно пора Поторопись Мне нужен мой крем Она была красавицей Ребекка Хилгрид Он просто боготворил ее Она была красавицей Ребекка Хилгрид Он просто не может смириться со смертью жены Она была красавицей Ребекка Хилгрид Он сломлен горем Здравствуйте Куда это ты собралась? Собираюсь брать уроки тенниса Понятно Я думаю, тебе стоит обратить внимание на тренера Он чертовски хорош собой А ты можешь на нем потренироваться Ну ладно, иди, занимайся Куда-то собрались? Да, миссис Ван Хоппер Простудилась и лежит в постели Я решила потренироваться Играете в теннис? Ну, в общем-то, не очень Пойдемте Мы едем на прогулку Добрый вечер, миссис Ван Хоппер Как вы себя чувствуете? Ты все-таки завела себе роман, так? Тренер, наверное, преподает тебе не только теннис Потеропись, я хочу, чтобы ты сделала несколько звонков Интересно, мистер Де Винтер, все еще в отеле? Дорогой мистер Де Винтер, почему вы не отвечаете на мои звонки? Вы злой человек Я обещаю, что как только мне удастся избавиться от этой простуды Я не дам вам скучать здесь Потому что я знаю, что вам должно быть очень-очень скучно С нежными дружескими чувствами, миссис Ван Хоппер Миссис Ван Хоппер Я могу идти? За такое количество занятий тебе должны были подготовить Куимбалдону Это будет твое последнее Лучше тебе на него сходить Дело в том, что Эмилия много поработала, но сегодня она уходит И с этого момента ты вернешься к своим обязанностям Хорошо Сестра? Да, миссис Ван Хоппер Вы абсолютно уверены, что оставили те послания для мистера Де Винтера? Да, мадам Просто не могу поверить Он бы наверняка мне перезвонил Бедный мальчик Просто не могу видеть его таким одиноким Знаете, мне бы хотелось, чтобы можно было хранить воспоминания как духи Которые никогда не выдыхаются, не надоедают И чтобы я, когда мне захочется, могла бы открыть флакончик и пережить свои воспоминания снова И какие воспоминания вы хотели бы оставить? Все Все эти последние дни Кажется, я собрала бы целую полку флаконов Иногда в них хранятся демоны, которые заставляют вспоминать тебя то, что ты хочешь забыть Перестаньте грызть ногти Я хотела бы быть 36-летней женщиной в черном атласном платье с жемчугом на шее Будь так, меня бы с вами не было Пожалуйста, скажите мне, мистер Де Винтер, почему вы общаетесь со мной? Вы хотите быть добрым, но почему вы выбрали именно меня? Потому что мне нравится с вами общаться Вы затмеваете мое прошлое лучше, чем все огни Монте-Карло Но если вы еще раз упомянете доброту или благотворительность, можете сразу выходить из машины и идти домой Открывайте дверь и убирайтесь Вот, высморкайтесь Спасибо Пожалуйста, не называйте меня мистер Де Винтер Я предпочитаю выразительность имен Джордж Фортес Максимилиан Вам не стоит запоминать все это, моя семья зовет меня Максим Еще пообещайте мне, никогда не носить черный атлас и жемчуг Даже в 36 лет Хорошо, Максим Спасибо за твою доброту, Максим Идите сюда Что вы думаете? Моя дочь выходит замуж В самом деле, как здорово Мы должны выезжать в Нью-Йорк немедленно Займитесь заказом билетов и мы уедем поездом в 12.30 Поторопитесь, у нас нет времени Идите же Мистер Де Винтера, пожалуйста Уехал? А он не вернется к полудню Соедините со швейцаром, пожалуйста Пойду проверю, не оставила ли что-то в своей комнате Мистер Де Винтер еще не вернулся? Вернулся Соедините меня, пожалуйста Я искала мою книгу Куда она? Пойдемте, машина ждет у двери Я бы хотела оставить адрес На случай, если книга найдется Вы не могли бы позвонить мистеру Де Винтеру? Да, мадам Никто не отвечает Спасибо Скажите ей, чтобы поторопилась Да, мадам Я ищу мистера Де Винтера Мистер Де Винтер только что заказал завтрак в номер Войдите Здравствуй Что ты здесь делаешь? Что-нибудь случилось? Я пришла попрощаться Мы уезжаем О чем ты? Это правда Мы сейчас выезжаем Я боялась, что Никогда уже вас не увижу Куда она тебя везет? В Нью-Йорк Я не хочу ехать Я буду очень несчастна Я сейчас оденусь Подожди Куда тебе больше хочется? В Нью-Йорк или в Манделе? Пожалуйста, не говорите об этом Миссис Ван Хоппер ждет меня И нам лучше попрощаться Повторю то, что только что сказал Или ты едешь в Нью-Йорк с миссис Ван Хоппер Или едешь со мной домой в Манделе Вам нужен секретарь или что-то вроде того? Я прошу твоей руки, глупышка Войдите Это моя еда? Я голоден, еще не завтракал Кажется, ты хорошо это перенесла Прости Но вы не понимаете Я не лучшая партия для вас Не понимаю, о чем ты Я не принадлежу к вашему кругу Какой уже мой круг? Ну, Манделе Вы знаете, что я хочу сказать Нет, я не понимаю, о чем ты А вот если ты меня не любишь Это уже другое дело Скажи это прямо и все Ой, я люблю вас Я очень вас люблю Я проплакала все утро, потому что думала Что больше не увижу вас Спасибо тебе за это Когда-нибудь я напомню тебе об этом И ты не поверишь мне Как жаль, что ты должна повзрослеть Ладно, давай-ка налей мне кофе Два куска сахара и с молоком, пожалуйста Чай я тоже так пью Не забудь Кто сообщит новость, миссис Ванхоппер, ты или я? Лучше вы, она будет так злиться Какой номер у ее комнаты? Ее там нет, она внизу в машине Алло, дай его, пожалуйста Дэйв Найди, пожалуйста, миссис Ванхоппера на своей машине И дай ей, что я был бы очень признателен Если бы она поднялась ко мне в комнату Да, в мой номер Мистер Дэ Винтер просил вас подняться в его комнату Мистер Дэ Винтер? Конечно! Ты ведь не так все себе представлял Это должно было случиться в оранжерее Ты в белом, с красной розой в руке Скрипки играют где-то вдалеке Я пылко объясняюсь тебе в любви под дерево Бедняжка Не бери в голову О, мне все равно Не волнуйся Тебе ничего не придется говорить Я так рада, что вы меня позвали, мистер Дэ Винтер Мне внезапно нужно было уехать Сегодня утром я получила известие о том, что моя дочь выходит замуж Какое совпадение? Я позвал вас, чтобы сообщить о своей помолвке Что вы говорите? Какая замечательная новость! Как романтично! И кто же это счастливец? Прошу прощения, что лишаю вас компаньонки Надеюсь, это не доставит вам больших неудобств Когда все это случилось? Только что, миссис Ван Хоппер Несколько минут назад Просто не могу в это поверить Я думаю, мне следовало бы обидеться на вас За то, что вы мне ничего не сказали раньше Хотя, о чем я? Мне следует вас обоих поздравить и благословить Я очень за вас счастлива А где состоится свадьба? Здесь и как можно скорее Как это все романтично! Я запросто могу отложить мой отъезд на неделю Я как мать этой девочки И должна позаботиться обо всем Обслуживание, прием гостей и все остальное Я поведу невесту Но наш багаж Пойди скажи носильщику, чтобы он забрал его из машины Минуточку Мы вам очень благодарны Но, боюсь, мы оба хотим, чтобы все это прошло как можно тише Я не хочу нарушать ваши планы О, пожалуйста! Нет, нет Я схожу вниз и прослежу за твоим багажом Спасибо, Максим Так вот чем ты была занята, пока я болела Уроки тенниса, как же! А ты, как оказалось, шустрый девица Как тебе это удалось? В тихом омоте черти водятся Скажи, вы занимались чем-нибудь неподобающим? Не понимаю, о чем вы? Не обращай внимания Я всегда говорила, что у английских мужчин странный вкус Ты действительно считаешь, что сможешь стать хозяйкой мандали? Ты правда так считаешь? Не могу себе этого представить У тебя нет опыта Ты не имеешь ни малейшего понятия о том, что значит быть настоящей леди Конечно же, ты понимаешь, почему он женится на тебя Естественно, он в тебя не влюблен Дело в том, что ему так стал действовать на нервы его пустой дом, что он чуть не тронулся умом Вам лучше уйти, миссис Ван Хоппер Вы опоздаете на поезд? Миссис де Винтер Прощайте, дорогая, и удачи Мэрия, оформление браков Что он сказал? Он говорит, я забыл свидетельство о браке У кого-то возникла такая же идея Оно милое Да Ты бы тоже хотела быть настоящей невестой? Или сейчас? Максим, как мило Потрясающе Потрясающе С возвращением домой, мистер Галентар Спасибо, Фритц Замерзла? Да, немного Не нужно бояться Они тебя полюбят Не волнуйся по поводу дома Миссис Денверс наша экономка Она будет им заниматься Начинается дождь Надо торопиться Вот, возьми На кроссе Спасибо Вот Приехали Это мандали Как у вас дела, Фритц? Спасибо, хорошо, сэр Рад видеть вас снова дома, сэр Это миссис Ду Винтерфритц Здравствуйте Кто собрал секс-лук? Миссис Денверс, сэр Прости, я не хотел Пойдем Это миссис Денверс Это миссис Денверс Здравствуйте Здравствуйте У меня все готово к вашему приезду Очень мило с вашей стороны Я ничего не ожидала Нам стоит выпить чаю, Фритц Хорошо, сэр Пойдем, дорогая Максим, входи Добрый вечер, миссис Денверс Добрый вечер, мадам Надеюсь, мадам довольна, Элис Да, спасибо, вполне Она горничная и будет помогать вам Пока ваша собственная не приедет Но у меня нет горничной Я уверена, что Элис справится Боюсь, что так не может продолжаться Леди в вашем положении Должна иметь собственную горничную Я надеюсь, вам нравится Новое оформление этой комнаты, мадам Я не знала, что тут что-то изменили Я надеюсь, это не доставило вам много хлопот Я просто выполняла приказ А как она раньше выглядела? Старые обои и занавески Ею пользовались только, когда приезжали гости Значит, в этой комнате не жил мистер Двинтер? Нет, мадам Он раньше никогда не пользовался восточным крылом Конечно, отсюда не видно море Хороший вид на море открывается из западного крыла Комната просто очаровательна Я уверена, что мне здесь будет уютно Если что-то понадобится, позовите меня, мадам Мне кажется, вы работаете в Мандале много лет Не так давно, как Фритц Он помнит еще старого хозяина, когда мистер Двинтер был еще мальчиком А вы пришли потом? Я пришла сюда, когда первая миссис Двинтер была невестой Миссис Денверс, я очень надеюсь, что мы станем друзьями Вы должны быть терпеливы со мной Я не привыкла к такой обстановке Я буду очень стараться Я хочу сделать мистера Двинтера счастливым Я оставляю вам право управлять домом Хорошо Надеюсь, я не разочарую вас, мадам Я управляю домом с момента смерти миссис Двинтер И мистер Двинтер никогда не жаловался Думаю, я спущусь вниз Комната в западном крыле, о которой я вам говорил Находится за той дверью Сейчас ею не пользуется Это самая красивая комната в доме Единственная с видом на море Это была комната миссис Двинтер Миссис Двинтер Миссис Двинтер Доброе утро Доброе утро Доброе утро Вы ведь миссис Двинтер, не так ли? Да Меня зовут Кроули Я помогаю Максиму в делах Ужасно рад с вами познакомиться Накопилось много работы, пока Максим был в отъезде Да, я уверена в этом Я... мне бы хотелось помочь вам чем-нибудь Нет-нет, Фрэнк никому не позволяет себе помогать Он моя правая рука На нем счета и рента Пойдем, Фрэнк, нам пора Я возьму мои бумаги Ты найдешь завтрак вон там И смотри, съешь все, чтобы повар не обиделся Я постараюсь, Максим Мне нужно поехать с Фрэнком, чтобы он ничего не потерял по дороге С тобой ведь все будет нормально? Осматривайся в своем новом доме Просмотри Таймс Там интересная статья про английский крикет Моя сестра Беатрис со своим мужем Джорджем Лесси Собираются приехать к ланчу Сегодня? Да Я постараюсь приехать пораньше Тебе на выручку Моя сестра очень прямолинейна Если ты ей не понравишься, она скажет тебе об этом прямо в лицо Не волнуйся, я приеду вовремя и спасу тебя Пока, дорогая Пока, Максим До свидания До свидания До свидания Доброе утро, мадам Доброе утро, Фритц Вам что-нибудь принести, мадам? Нет, спасибо, Фритц Я правда не очень голодна Бумага, мадам О, да, спасибо, Фритц Я поскользнулась Спасибо, Фритц Какой просторный Да, мадам, Мандель большой замок Раньше это был банкетный зал Его все еще используют в особых случаях Таких, как крупный прием или бал Обычно они бывают раз в неделю Это интересно Прошу прощения, мадам Но камин в библиотеке обычно не зажигают до полудня Камин зажжем в кабинете Конечно, если вы пожелаете, я зажгу этот камин Нет, нет, Фритц, не беспокойтесь Миссис де Винтер Я имел в виду покойная миссис де Винтер Всегда занималась своими письмами и звонками в кабинете после завтрака Спасибо, Фритц Что-нибудь не так, мадам? О, нет А где находится кабинет? Это вон та дверь налево Да, спасибо Миссис де Винтер Ребекка де Винтер Миссис де Винтер? Боюсь, вы ошиблись Она вот уже год как умерла То есть Это внутренний телефон, мадам Возможно, это был садовник, который хотел узнать ваши указания Вы хотели меня видеть, миссис Дендерс? Миссис де Винтер сообщил, что его сестра, миссис Лесси и ее муж, мистер Лесси, приедут к ланчу Я хотела бы, чтобы вы посмотрели меню Я уверена, что там все в порядке Возможно, вы обратили внимание, мадам, что я оставила пустое место в графе «Соус» Миссис де Винтер обращала на это особое внимание Выберите тот, который предложила бы миссис де Винтер Спасибо, мадам Когда вы закончите письма, Роберт отнесет их на почту Мои письма? О, да, конечно Спасибо, миссис Дендерс Спасибо, миссис Дендерс Спасибо, миссис Дендерс А где мистер де Винтер? Думаю, он уехал по делам с мистером Кроули Как грубо с его стороны не явиться Это так на него похоже? Должна заметить, что миссис Дендерс хорошо следит за домом Она, конечно, любила это место из-за Робекки Интересно, как она сейчас к нему относится, когда приходится слушаться простушка С чего ты взял, что она простушка? Он ведь встретил ее на йоге Франции Ну и что? Я хотел сказать, подумай сама Здравствуйте, я жена Максима Здравствуйте, вы сильно отличаетесь от того, что я ожидала увидеть Она в точности так, о ком я тебе говорю Ну, как вам нравится в Манделе? Здесь очень красиво Как вы поладились, миссис Дендерс? Я никогда не встречала таких людей, как она Хотите сказать, она вас пугает? Она не подарок, не так ли? Джозеф, по-моему, тебе пора прогуляться Тогда пойду поищу Максима, да? Джоз Я не хотела говорить про миссис Дендерс Ничего дурного Вам не стоит ее бояться, дорогая Я ничего с этим не поделаю без вашей помощи Присядем Да-да, пожалуйста Я склонна думать, что она ревнует И очень обижена на вас Почему? Разве вы не знаете? Я думала, Максим уже рассказал вам Она просто боготворила Ребекку Как поживаете, Роберт? Очень хорошо, спасибо, мадам Слышал, у вас проблемы с зубами? К сожалению, да, мадам Вам нужно их проверить Все Спасибо, мадам Попробуем Вы увлекаетесь охотой? Нет, боюсь, я даже не езжу верхом Здесь все ездят верхом Вы что, предпочитаете, дамское седло или обычное? Я забыл, вы же не ездите верхом Вы должны научиться, здесь все этим занимаются Максим, когда возобновятся ваши знаменитые вечеринки? Я не думал об этом Все просто умирают, как хотят посмотреть на тебя и... Еще бы Почему бы вам снова не устроить маскарад? Ну... Дорогая, вы любите танцевать? Люблю, но у меня не очень хорошо получается Дюрамбо? Ни разу не пробовала Вы должны меня научить Скоро у меня будет получаться не хуже, чем у твоей жены Она немного рисует Рисует? Я надеюсь, не модели? А то тебе придется переворачивать лампу, чтобы свет правильно падал Вы ведь не ходите под парусом? Нет, не хожу Ну и слава Богу Ты очень сильно любишь Максима, ведь так? Я вижу, что любишь Дорогая, почему бы тебе не сделать что-то с твоими волосами? Почему бы тебе не постричься или не зачесывать их за уши? Нет, так хуже А что Максим говорит по этому поводу? Он никогда со мной об этом не говорил Не пренебрегай моими советами Судя по тому, что на тебя надета Тебе все равно, как ты выглядишь Но Максиму нет Он обращает внимание на одежду Я думаю, он едва ли замечает, что на мне надета Тогда он, должно быть, сильно изменился Тебе не стоит волноваться по поводу настроения Максима Никто не знает, что происходит у него в голове Иногда он срывается, и тогда... Ну, я не думаю, что он когда-нибудь потеряется Самообладание при тебе, ты такая спокойная Пойдемте, девочки, пора на прогулку Уже уезжайте? До свидания, Максим Пока, Джо, старина Спасибо, что заехали До свидания, дорогая Прости, если мы были бестактны Поверь, мы желаем вам счастья Спасибо, Беатриса Спасибо большое И я должна тебя поздравить, Максим Очень хорошо выглядит Мы очень беспокоились за него в это время В прошлом году Но ты, конечно же, знаешь Пока, Беатриса До свидания Слава Богу, они уехали Теперь мы можем спокойно погулять Может, потеть дождь? Тебя это не смущает? Нет, я пойду возьму полто Возьми дождевик Он в оранжереи Роберт, принеси дождевик из оранжереи Для миссис де Винтер Как тебе, Беатриса? Она мне очень понравилась Она все время говорила, что я не похожа на то, что она ожидала А что она ожидала? Она ожидала увидеть Кого-то поумнее, поискушеннее Тебе нравятся мои волосы? Волосы? Конечно, нравятся А что с ними? Не знаю Я просто спросила Какая ты смешная Спасибо Мне придется его надеть? Да, обязательно Обязательно Не веди себя как ребенок, Джаспер Пойдем-ка прогуляемся Джаспер, не туда Иди сюда Куда ведет эта тропинка? К небольшому домику, где мы раньше держали лодку Сходим туда Там нет ничего интересного Просто домик, как все остальные Ну, пожалуйста Хорошо Спустимся Поглядим на него Это Джаспер Наверное, что-то случилось Возможно, он поранился Нет, с ним все в порядке Оставь его Пусти меня, я посмотрю Ничего с ним не случится Он найдет дорогу домой Джаспер Джаспер А, вот ты где Что ты там нашел, Джаспер? Пойдем домой Пойдем Но я не знала, что тут кто-то есть Я знаю эту собаку Он приходил сюда Он ваш? Нет, это собака мистера Девинтера У вас нет чего-нибудь, чем можно было бы его привязать? Субтитры создавал DimaTorzok Иди сюда Вы ведь никому не скажете, что видели меня здесь А где вы живете? Я не хочу в приют Я ничего плохого не сделал Она ведь утонула в море, правда? Она никогда больше не вернется Нет, она никогда не вернется Пойдем, Джаспер Максим! Что случилось? Максим! Извини, что я отняла у тебя время Но мне нужно было найти Джаспер Поторопись, Джаспер Пожалуйста, подожди меня Что я такого сделала? Ты знала, что я не хочу, чтобы ты туда ходила Но ты пошла Почему нет? Там внизу какой-то домик Там живет странный человек Ты не заходила в домик? Да, дверь была Зачем ты пошла туда? Ну почему нет? Я ненавижу это место Если бы у тебя были такие же воспоминания Ты бы сотню раз подумала Что случилось? Прости меня Не нужно было приезжать Мы не должны были возвращаться в Мандели Какой я дурак Ты несчастлив со мной Я чем-то тебя обидела Я не могу видеть тебя таким Потому что сильно тебя люблю Правда? Ты правда меня любишь? Я заставил тебя плакать Прости Я иногда выхожу из себя без всякой причины Да? Пойдем домой Выпьем чаю Забудем об этом Да, давай забудем об этом Я возьму Джаспера Да, давай Здравствуйте. Входите. Пожалуйста, не беспокойтесь, мистер Кроули. Я просто хотела узнать, не согласитесь ли вы ввести меня в курс дела? Конечно, пожалуйста. Чем вы сейчас занимаетесь? Подготавливаю все бумаги для празднования возвращения Максима с его молодой женой. На этой неделе аренды жилья бесплатно. Это идея Максима? Да, все будет учтено в последующих зарплатах. Он ничего не говорил. Я могу вам помочь? Я могу наклеивать марки? Очень мило с вашей стороны. Присядете? Да, спасибо. Я случайно зашла на днях в домик на берегу. Там был мужчина. Странный такой. Джаспер стал на него лаять. Должно быть, это был Бен. Извините, он совершенно не опасен. Мы поручаем ему кое-какую работу. Тот дом выглядел пустым и заброшенным. С ним ничего не делали? Я думаю, если бы Максим что-то хотел с ним сделать, он бы мне сказал. Там все вещи принадлежали Ребекке? Да. Да, ей. А для чего она использовала этот дом? Обычно там стояла лодка. Какая лодка? Что с ней случилось? Это та лодка, на которой она плыла, когда утонула? Да. Лодка перевернулась и затонула, а ее смыла за борт. А она не боялась одна выходить в море? Она ничего не боялась. Где они ее нашли? Брадж Кони, в сорока милях отсюда, спустя два месяца после трагедии. Я и Максим ездили на опознание. Это было очень тяжело для него. Да, должно быть. Мистер Кроули, пожалуйста, не думайте, что я спрашиваю просто из любопытства. Просто я чувствую, что проигрываю каждый раз, когда я встречаю кого-то, сестру Максима или даже слуг. Я знаю, они все думают одно и то же. Они все сравнивают меня с ней, с Ребеккой. Вы не должны так думать. Я не могу передать вам, как я рад, что Максим женился на вас. Это изменит всю его жизнь. И мне кажется, что это очень освежает, когда появляется кто-то вроде вас, кто не знаком с Мандали. Возможно, вы и правы. Но я понимаю, что сделала глупость. Каждый день я открываю то, что имела она, и чего у меня нет. Красота, вкус, острый ум, все те качества, которые так важны для всех. У вас тоже много важных качеств. И даже более важных, я бы сказал. Доброта, искренность, и, если вы мне позволите, скромность, значит, для мужа куда больше, чем вся красота мира. Мы не собираемся жить прошлым. Максим пережил это. Ваша задача – вести нас вперед. Вы правы. Я обещаю, что больше не буду вас расспрашивать. Но до того, как мы закончим этот разговор, не могли бы вы ответить еще на один вопрос? Если смогу, я постараюсь. Скажите, какой была Ребекка? Я думаю, я думаю, она была самым красивым созданием, какое я когда-либо видел. Ребенка Добрый вечер, Максим. Привет. Съемки нашего медового месяца. Где мы побывали в последнюю очередь? Что это ты с собой сделала? Ничего. Я просто заказала новое платье из Лондона. Ты не возражаешь? Нет. Ты считаешь, тебе это идет? По-моему, совсем не идет. Я думала, тебе понравится. А что с твоими волосами? А, понятно. О, Боже, прости. Ты прелестно выглядишь. Очень хорошо. Для разнообразия. Посмотрим фильм? Да, я бы хотела посмотреть. Посмотри-ка. Посмотри. Как это замечательно, дорогой. Мы еще туда как-нибудь вернемся. Конечно. Посмотри на себя. Как наши взрослые дети будут радоваться, когда увидят, какой милой ты была. Посмотри на себя. Мне это нравится. Посмотри. Помнишь это? Да. Как мне бы хотелось, чтобы медовый месяц длился вечно. Черт возьми. Как всегда, что-то не так с этим аппаратом. Да, Фритц, в чем дело? Простите меня, сэр, могу я поговорить с вами? Да. Пойдемте. Это касается Роберта, сэр. Случилась небольшая неприятность между ним и миссис Денвер, сэр. Роберт очень расстроен. Вот неприятность. В чем дело? Миссис Денверс обвиняет Роберта в том, что он украл статуэтку из кабинета. Роберт пленется и божится в своей невиновности, сэр. Что это была за статуэтка? Китайский фарфор, сэр. Одно из наших сокровищ? Скажите, миссис Денвер, чтобы она разобралась с этим. Я уверен, Роберт ни при чем. Хорошо, сэр. Почему приходит ко мне с этими вопросами? Это твои заботы, дорогая. Максим, я хотела тебе рассказать, но я забыла. Это я разбила китайскую статуэтку. Ты ее разбила? Тогда почему ты ничего не сказала об этом, пока Фритц был здесь? Я не знаю. Я не хотела выглядеть перед тобой дурочкой. Теперь ты точно будешь выглядеть дурочкой, когда будешь объяснять это миссис Денверс. Нет, Максим, сделай это сам, а я поднимусь наверх. Не будь ребенком. Можно подумать, ты их боишься. Это недоразумение. Миссис Денвер разбила статуэтку и забыла сказать. Мне очень жаль. Я не хотела достануть Роберта неприятностей. Существует ли возможность восстановить статуэтку, мадам? Нет, боюсь, что нет. Она разбилась на кусочки. А что ты сделала с кусочками? Я положила их вглубь одного из ящиков. В письменном столе. Выглядит так, как будто миссис Денверс боялась, что вы посадите ее в тюрьму за это. Сделайте все, что сможете. Найдите осколки, посмотрите, можно ли что-нибудь с ними сделать. Скажите Роберту, чтобы вытер слезы. Сначала мне нужно извиниться перед Робертом. Если еще раз случится что-то подобное, пусть леди Денверс сообщает. Хорошо, спасибо. Похоже, я починил. Посмотрим. Мне очень жаль, дорогой. Очень неосторожно с моей стороны. Миссис Денверс, наверное, очень на меня зла. Почему ты ее так боишься? Ты ведешь себя как младшая горничная, а не как хозяйка дома. Да, я знаю. Но мне так неуютно. Я каждый день стараюсь изо всех сил. Но очень сложно общаться с людьми, когда они смотрят на тебя свысока, как на призовую машину. Пусть даже так, но ты должна помнить, что ты живешь в Мандале. Тут всегда так. Я всегда должна быть на виду. Мне кажется, поэтому ты на мне и женился. Потому что знал, что я скучная, неопытная. И обо мне не будет никаких сплетен. Сплетен? Что ты имеешь в виду? Ничего, я просто так сказала. Не смотри так на меня, Максим. В чем дело, что я такого сказала? Мое лицо не было привлекательным? Оно было грубое, ненавидящее. Я поступил очень эгоистично, женившись на тебя. Что ты хочешь сказать? Я тебе не пара, так? Тебе здесь не слишком весело. Ты должна была выйти за мальчика, своего ровесника. Максим, зачем ты это говоришь? Конечно же, мы пара. Не знаю. Со мной очень сложно жить. Нет, не сложно. Просто, очень просто. Наш брат ведь очень удачный, да? И мы счастливы. Ведь правда, очень счастливы. Если ты не считаешь, что мы счастливы, будет гораздо лучше, если ты не будешь притворяться, и я уйду. Почему ты мне не отвечаешь? Что я могу тебе ответить, если у меня нет ответа? Если ты говоришь, что мы счастливы, давай на этом и остановимся. Счастье – это то, о чем я ничего не знаю. Посмотри. Это когда я поставил камеру прямо перед нами. Помнишь? Уехал в Лондон по делам. Вернусь не раньше вечера. Отдых от моего общества пойдет тебе на пользу. Максим. Вернусь. 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 Я могу для вас что-нибудь сделать? Со мной все в порядке, Хильда. Большое спасибо. Я сейчас же принесу сэндвичи. Хильда! Да, мадам. Западное крыло. Ведь им никто не пользуется? Нет, мадам. Самой смерти миссис де Винтер. Пойдемте, мистер Джек. Никто не должен вас видеть. Ну, Дэнни, старая подруга, было приятно снова тебя видеть. Невероятно сложно везде поспевать. Не думаю, чтобы его жена сюда спустилась, мистер Джек. Чепуха. Я как будто вернулся домой. Тише, мистер Джек. Да, нам нужно быть осторожными, чтобы не шокировать Золушку, да? Она в кабинете. Если вы выйдете через двери в сад, она вас не заметит. И вот я должен убегать черными ходами, как бедный неугодный родственник. Ладно, пока, Дэнни. Прощайте, мистер Джек. Пожалуйста, будьте осторожны. Тише, Джаспер. Меня ищите? Вы аж попрыгнули. Просто я не знала, кто вы. Да. Ты рад меня видеть, преданный мальчик. По крайней мере, кто-то из семьи ждет меня в Манделе. А как поживает старина Макс? Очень хорошо. Спасибо. Я слышал, он уехал в Лондон, оставил свою женушку совсем одну. Какая жалость. Он что, не боится, что кто-нибудь придет и заберет вас? Дэнни, все твои предосторожности были напрасны. Хозяйка дома пряталась за дверью. Вы не представите меня новобрачной? Мистер Фавелл, мадам. Как поживаете? Здравствуйте. Не желаете ли чаю или еще чего-нибудь? Какое заманчивое предложение, Дэнни. Остаться, попить чаю. Как думаешь, может принять его? Да, возможно, ты права. Жаль. Нам уже почти начали ладить. Нам уже пора покинуть невесту. Да, Джаспер? До свидания. Приятно было познакомиться. Да, я был бы вам очень благодарен, если бы вы ничего не говорили об этом визите вашему мужу. Он меня несколько не одобряет. Хорошо. Очень благородно с вашей стороны. Хотел бы, чтобы молодая невеста ждала меня дома, но я всего лишь старый холостяк. Вот так. Да, и я, кажется, понял, что было не так с этим знакомством. Дэнни ведь не сказала вам. Я любимый кузен, Ребекки. Пока. Ребен. Ребен. Продолжение следует... 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 Это рождественский подарок от мистера Де Винтера. Он всегда дарил ей дорогие подарки, круглый год. Я храню ее белье вот тут. Все это было специально, сшито для нее в Сент-Клэре. Я никогда не ложилась спать до ее прихода. Не важно, сколько приходилось ждать. Иногда они с мистером Де Винтером не возвращались до рассвета. Пока она раздевалась, она рассказывала мне про вечеринку, на которой они были. Она всех знала, и все обожали ее. Когда она заканчивала ванной, она шла в спальню, к туалетному столику. А вы подвинули щетку? Вот так-то лучше. Точно, как она любила. Ну, давай, Дэнни, начинай. И я стояла за ней вот так и расчесывала около 20 минут. Каждый раз. Потом она говорила... Спокойной ночи, Дэнни. И шла к своей кровати. Я сделала такие чехлы и для нее, и для себя. Я всегда их здесь храню. Вы когда-нибудь видели что-нибудь более деликатное? Посмотрите. Можно видеть мою руку. Вы же не думаете, что она ушла навсегда. Иногда, когда я иду по коридору, я чувствую, что она рядом, прямо за мной. Быстрые, легкие шажки. Я слышу их везде. Не только в этой комнате, во всех комнатах дома. Я почти... Почти слышу их сейчас. А вы верите, что мертвые возвращаются и следят за живыми? Нет, я никогда в это не верила. Иногда. Мне кажется, что она вернулась в Мандали. Смотрит на вас вместе с мистером Девинтером. А вы выглядите уставшей. Почему бы вам не остаться здесь и не отдохнуть? Послушать море. Такое нежное. Послушайте. Послушайте море. Послушайте его. Скажите, миссис Дэнс. Мандерс, что я хочу ее видеть. Миссис и мистер Девинтер почтут за честь пригласить мистера Джека Фавелла на бал Маскарад в Мандали. В четверг вечером, 15 июня, в 10 часов. Ребекка, я буду там, и еще как буду. Джек. Вы посылали за мной, мадам? Да, миссис Денверс. Я хочу, чтобы вы избавились от всех этих вещей. Это вещи миссис Девинтер. Теперь я миссис Девинтер. Хорошо, я сделаю указание. Минутку, пожалуйста. Миссис Денверс, я не намерена рассказывать мистеру Девинтеру о визите мистера Фавелла. Я вообще предпочла бы забыть то, что произошло сегодня днем. Максим, ты же написал, тебе не будет весь день. Пошутил. Так, так, чем ты здесь без меня занималась? Я думала. Ну и как, удачно? Пойдем, я тебе расскажу. Дорогой, давай устроим маскарад. Как это было раньше? Кто тебя надоумил? Беатриса, да? Я просто подумала, что надо сделать что-то, чтобы люди почувствовали, что Мандали остался таким, каким он был. Ну, пожалуйста, дорогой. Ты не знаешь, о чем говоришь. Тебе придется быть хозяйкой для сотен людей. Все графство и множество молодых людей приедет из Лондона и превратит наш дом в ночной клуб. Да, но мне так хочется, пожалуйста. Я никогда не была на большой вечеринке. Но я могу научиться все это делать. И обещаю, тебе не придется за меня краснеть. Ну ладно, если ты думаешь, что тебе понравится, попроси миссис Денверс помочь. Нет, нет, она мне не нужна. Я все сделаю сама. Хорошо, дорогая. Спасибо, дорогой. Какой ты наденешь костюм? Я никогда не переодеваюсь. Это привилегия хозяина дома. А ты будешь Алисой из Страны Чудес. Нет, я не скажу тебе. Я сама придумаю костюм, и это будет самый большой сюрприз. Миссис Денверс. Я просто зарисовала идеи по поводу моего костюма. А мистер Денверс ничего не предложил? Нет, я хочу сделать ему сюрприз. Я не хочу, чтобы он что-то знал. Осмелюсь предположить, что вы могли бы найти замечательный костюм среди фамильных портретов. Вы имеете в виду те наверху? Пойду посмотрю. Например, вот этот. Костюм можно смоделировать для вас. Уверена, это можно сделать. Я слышала, мистер Де Винтер говорил, что это его любимая картина. Это леди Каролайн Де Винтер. Одна из его тетей. Это потрясающая идея, миссис Денверс. Я очень благодарна. Все под контролем, Фриц? Да, сэр. Благодарю. Простите, сэр, вы изображаете школьного учителя? О нет, это просто мои студенческие береты, плащ. Без сомнения, замечательный костюм, а также экономичный. Да, я так и хотел. Здравствуйте, Роберт. Хорошенькая погода для балла. Ужасно, сэр, густой туман и достаточно прохладно. Я слишком сильно затянула. Боюсь, понадобится аспирин. Привет. Кого ты изображаешь? Адама? Максим, а как тебе это? Я силач, старик. Где же моя штука? Какая штука? Наверное, ты забыла его в машине. Вот она. Ты спустился первый? Да. А где же наше дитя? Занимается своим необыкновенным костюмом. Прелестно. Пойду, помогу ей. А я бы чего-нибудь выпил. А не боишься постудиться? Не глупи. Чистая шея, старина. Простите, вы забыли вот это. Спасибо. Дорогая, я пришла помочь тебе. Пожалуйста, не входи, Беатриса. Я не хочу, чтобы кто-то видел мой костюм. Но ты там недолго, потому что гости нагрянут в любой момент. Ты уверена, что так должно быть? Да, мадам, все так, как надо. Как это волнительно. Конечно, мадам, я всегда слышала о Балах Мандале. А теперь увижу Бал своими глазами. Без сомнений, вы затмите все. Ты правда так считаешь? А где мой вир? Вот. Вы выглядите потрясающе. Ну, мне пора. Угорь. 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 КОНЕЦ Добрый вечер, мистер де Винтер. КОНЕЦ Лейтенант Дадли, адмирал и леди Бовинг. КОНЕЦ Добрый вечер, мистер де Винтер. КОНЕЦ Вам плохо, мадам? Я открыла для вас окно. Свежий воздух вам поможет. КОНЕЦ Почему вы не уйдете? Почему вы не уезжаете из Мандали? Вы ему не нужны. У него есть воспоминания. Он не любит вас. Он хочет снова остаться один с ней. КОНЕЦ Вам не зачем жить, не так ли? Посмотрите вниз. Это просто, не так ли? Почему бы вам не сделать это? Почему бы нет? Решайтесь. 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 Не бойтесь. КОНЕЦ Корабль потерпел крушение. Корабль наскочил на скалы. Скорее. Скорее туда. Максим. Максим. Скорее. Все на берег. Максим. О! Какая кор revenir. Скорее. О! О! С describing сплошно. Бен, ты где-нибудь видел мистера Девинтера? Она вернется вот так. Вы так сказали. Кто, Бен? О чем ты? Та, другая. Фрэнк, ты не видел Максима? Последний раз, полчаса назад. Я думал, он дома. Нет, он не появлялся. Я боюсь, как бы с ним ничего не случилось. Фрэнк, в чем дело? Что-то случилось? Что произошло? Водолаз, который обследовал дно судна, обнаружил под водой еще одну лодку. Маленький прогулочный катер. Фрэнк, это? Да, это лодка Ребекки. Насколько это точно? Водолаз местный. Он хорошо знал ее лодку. Это будет ударом для бедного Максима. Да, это снова вернет его в прошлое. Скорее всего, будет еще хуже. Почему они нашли ее? Почему бы им не оставить ее там, с миром, на дне моря? Ладно. Мне нужно идти, надо покормить людей. Хорошо, Фрэнк. А я поищу Максима. Иди со мной. Почему? Водолаз местный. Здравствуй. Максим, ты совсем не спал. Ты простил меня? За что я должен тебя прощать? За этот вечер я надела этот дурацкий костюм. За это? Я совсем забыл. Я ведь сердился на тебя, да? Да. Максим, давай начнем все сначала. Я не прошу, чтобы ты любил меня. Я не прошу невозможного. Я буду твоим другом, твоим компаньоном. Я буду и так счастлива. Ты ведь очень меня любишь? Слишком поздно, дорогая. Мы потеряли свой шанс на счастье. Нет, Максим, нет. Да. Теперь все кончено. Это случилось. Случилось то, чего я так боялся, день за днем, ночь за ночью. Максим, что ты пытаешься мне сказать? Ребекка победила. Ее тень всегда стояла между нами, не подпуская нас друг к другу. Она знала, что так случится. О чем ты говоришь? Они послали туда водолаза. И нашли лодку. Да, я знаю. Фрэнк рассказал. Это лодка Ребекки. Это тяжело для тебя. Мне очень жаль. Водолаз нашел еще кое-что. Он разбил один из иллюминаторов и заглянул внутрь. Там было тело. Она была не одна. Кто-то был с ней на лодке. И ты должен узнать, кто это. Так ведь, Максим? Ты не понимаешь. С ней никого не было. Это тело Ребекки лежит там, в каюте. Нет. Женщина, которую нашли в Раджикэме. Женщина, которая лежит в нашем фамильном склепе, это не Ребекка. Это было тело какой-то неизвестной женщины. Неопознанной, никому не нужной. Я опознал ее, но я знал, это была не Ребекка. Все это было ложью. Я знал, где находится тело Ребекки. Оно лежит в этой каюте на дне моря. Откуда ты это знал, Максим? Потому что это я отправил ее туда. А теперь посмотри мне в глаза и скажи, что ты все еще любишь меня. Вот видишь, я был прав. Слишком поздно. Нет, еще не поздно. Не говори так. Я люблю тебя больше всего на свете. Пожалуйста, Максим, поцелуй меня. Нет, это не поможет. Слишком поздно. Мы не можем потерять друг друга сейчас. Мы должны быть всегда вместе, всегда. Никаких секретов. Нет, у нас всего несколько дней или часов. Максим, почему ты не рассказал мне об этом раньше? Я хотел несколько раз, но ты была слишком далека от меня. Как мы могли быть близки, когда я знала, что ты все время думаешь о Ребекке? Как я могла просить тебя о любви, когда знала, что ты еще любишь ее? О чем ты? Что ты имеешь в виду? Каждый раз, когда ты дотрагивался до меня, я знала, что ты сравниваешь меня с Ребеккой. Когда бы ты ни посмотрел на меня, ни заговорил со мной или гулял со мной в саду, я знала, что ты думала. Это я делала с Ребеккой. И это, и это. Ведь так? Ты думала, я любил Ребекку? Ты так думала? Я ненавидел ее. Я был покорен ее. Очарован, как и все. А когда я женился, все считали меня самым счастливым человеком на свете. Она была так прелестной. Так совершенно. Такая забавная. Как все говорили, у нее было три главных качества, которыми должна обладать жена. Родословная, ум и красота. И я поверил им. Без тени сомнений. Но я ни минуты не был счастлив с нее. Она была не способна любить. Или быть нежной. Или заботливой. Ты не любил ее. Не любил. Помнишь ту скалу, где ты впервые увидела меня в Монте-Карло? Я был там с Ребеккой во время нашего медового месяца. Там я все узнал о ней. Спустя четыре дня после нашей свадьбы. Она стояла там и смеялась. Ее темные волосы развивались по ветру. Она все рассказала мне про себя. Все. Я не расскажу это ни одной живой душе. Я хотел убить ее. Это было бы так просто. Помнишь, какая там кручая? Я ведь напугал тебя тогда, правда? Ты подумал, я сумасшедший. Возможно, я им и был. Возможно, я и есть сумасшедший. Совместная жизнь с дьяволом могла свести меня с ума. Ведь так? Она сказала, давай заключим сделку. С этого момента ты не будешь пытаться контролировать меня, а я буду играть роль верной жены, хозяйки твоего драгоценного Мандели. Я буду устраивать самые роскошные балы во всей Англии. Люди будут приезжать к нам, завидовать нам и думать, что мы самые счастливые во всей стране. Какой-то будет потрясающий фарс. Какой триумф. Мне не следовало соглашаться на ее грязные игры, но я согласился. Я тогда был моложе и был очень обеспокоен честью семьи. Честь семьи. Она знала, что я пожертвую всем, но не пойду на развод с ней. Буду защищать этот брак с пеной урта. Ты презираешь меня? Я сам себя презираю. Ты ведь не можешь понять, что я чувствовал. Нет? Конечно, понимаю, дорогой. Ну, конечно же, понимаю. И вот, я придерживался нашего договора, она тоже. Она великолепно играла свою роль. Но спустя некоторое время она стала терять осторожность. Сняла квартиру в Лондоне и подолгу оставалась там. Затем стала приводить друзей прямо сюда. Я предупредил ее, но она только пожала плечами. Как это касается тебя, сказала она. Она даже приставала к Фрэнку, бедному, преданному Фрэнку. Потом у нее был кузен. Его звали Февел. Да, я знаю его. Он приезжал, когда ты был в Лондоне. Почему ты мне не сказала? Я не знаю. Я не хотела напоминать тебе о Робекке. Напоминать? Как будто я о ней не помнил. Февел приезжал к ней сюда. Я узнал об этом и предупредил ее, что если он приедет еще раз, то я пристрелю их обоих. Однажды, когда я узнал, что она тайком вернулась из Лондона, я подумал, что Февел с ней. И тогда я понял, что больше не могу жить ложью и обманом. Я решил пойти сюда и покончить с ними обоими. Она была одна. Ждала Февелла, но он не пришел. Она лежала на диване. Гора окурков лежала рядом с ней. Она выглядела больной, странной. Внезапно она поднялась и пошла в моем направлении. Если бы у меня родился ребенок, ни ты, ни кто-либо другой не смог бы доказать, что он не твой. Ты бы хотел иметь наследника для своего дорогого Мандели? Да? И засмеялась. Как смешно. Как ужасно смешно. Я буду примерной матерью. Так же, как я была примерной женой. Никто ничего не узнает. Тебе придется с этим жить, Макс. Наблюдать, как растет мой сын день за днем и знать, что в один прекрасный день Мандели станет его. Она стояла прямо напротив меня. Одна рука в кармане, в другой сигареты. Она улыбалась. Ну, Макс, что ты теперь будешь делать? Разве ты не хочешь убить меня? Я думаю, на мгновение у меня отказал разум. Должно быть, я остолбенел. Она стояла и смотрела на меня. В нее был вид победительницы. Она опять двинулась ко мне. Улыбалась. И вдруг она споткнулась и упала. Когда я посмотрел туда, все осталось, как было. Только она лежала на полу. Она ударилась головой о выступающий конец корабельного якоря. Я помню, что подумал, почему она все еще улыбается. И тут я понял, что она мертва. Но ты же не убивал ее. И это был несчастный случай. Кто бы мне поверил. Я потерял голову. Я просто знал, что должен что-то сделать. Что угодно. Я отнес ее на лодку. Было очень темно. Луны не было. Я положил ее в каюту. Когда лодка отплыла, на достаточное расстояние от берега, я взял нож и пробил дно лодки в нескольких местах. Открыл кран, и вода стала прибывать быстрее. Выбрался на шлюпку и отшалил. Я видел, как лодка перевернулась и затонула. Я вернулся на берег. Начинался дождь. Максим, еще кто-нибудь знает об этом? Нет, никто, кроме меня и тебя. Мы должны дать объяснение. Это тело кого-то, кого ты раньше никогда не видел. Нет, ее опознают по кольцам и браслету, который она все время носила. Если я опознаю ее, все сразу вспомнят про ту, другую женщину, похороненную в склепе. Если они узнают, что это Ребекка, мы просто можем сказать, что ты ошибся с тем телом. В тот день ты был не в себе. Ты не понимал, что делаешь. Ребекка мертва. Вот о чем нужно помнить. Она мертва, она не может говорить. Она не знает об этом. Она больше не причинит тебе зла. Об этом знаем только мы с тобой. Я уже говорил однажды, что поступил эгоистично, женившись на тебе. Но теперь я понимаю, что я хотел сказать. Я люблю тебя, дорогая. Я всегда буду любить тебя. Но я все равно знаю, что Ребекка в конце концов победит. Нет, нет. Она не победит. Не важно, что сейчас произошло, но она не победит. Алло. Привет, Фрэнк. Да. Кто? Полковник Джулиан? Да, передай ему, что я встречусь с ним, как только смогу. Что? Ну, скажи, что мы поговорим об этом, когда будем во всем уверены. Что случилось? Звонил полковник Джулиан, главный констебель округа. Спрашивал о том опознании в прошлом июле, не мог ли я допустить ошибку касательно того, другого тела. Полковник Джулиан, похоже, я невольно допустил ошибку по поводу того тела. Эту ошибку вполне можно понять, учитывая обстоятельства. Кроме того, ты тогда был болен. Это чепуха, со мной все было в порядке. Пожалуйста, не волнуйся, Максим. Никто не собирается тебя ренить за то, что ты ошибся. Жаль, что вам опять придется пройти через это. Что вы имеете в виду? Придется опять проводить опознание, оформлять бумаги. Нам бы лучше избежать огласки, но боюсь, что это невозможно. Ах да, огласка. Предполагаю, что миссис де Винтер зачем-то спустилась вниз, и ветер перевернул лодку, пока никого не было за штурвалом. Такое объяснение вам кажется убедительным, Кроули? Да, возможно, дверь заклинила, и она не смогла выбраться на палубу. Да, Тед, лодочник, должен прийти к подобному заключению. А что ему об этом известно? Он сейчас осматривает лодку. Это простая формальность. Вы же знаете, я очень хорошо к вам отношусь, Максим. Нам нужно как-нибудь сыграть с вами в гольф. До свидания. Я принес вечерние газеты. Не хотите взглянуть, мадам? Нет, спасибо, Фридс. Лучше, чтобы они не попали на глаза мистеру де Винтеру. Понимаю, мадам. Позвольте вам сказать, мы стараемся не говорить об этом вне дома. Спасибо, Фридс. Должен заметить, это было большое потрясение для миссис Деннерс. Да, я этого и ожидала. Похоже на несчастный случай. Да, Фридс, скорее всего. Я хотел бы сказать, что если вдруг понадобятся мои показания, я буду очень рад сделать все, что могло бы помочь семье. О, спасибо, Фридс. Я уверена, что мистеру де Винтеру было бы очень приятно узнать об этом. Но я не думаю, что что-то может понадобиться. Максим. Здравствуй, дорогая. Максим, я так волнуюсь, как ты поведешь себя завтра на допросе. О чем ты? Ты ведь не выйдешь из себя, правда? Пообещай, что ты не дашь им себя разозлить. Хорошо, дорогая. Обещаю. Что бы они у тебя не спросили, не теряй головы. Не волнуйся, дорогая. Они ведь ничего не смогут сразу сделать, да? Ничего. Тогда у нас останется немного времени, чтобы побыть вместе. Я так хочу поехать на допрос с тобой. Я бы не хотел этого. Но я не могу ждать здесь одна. Я обещаю, я не буду тебя обузой. И я должна быть рядом. Что бы ни случилось, нам нельзя разлучаться ни на минуту. Хорошо, дорогая. Меня ничего не волнует, кроме тебя. Я не могу забыть, что сделал с тобой. Я больше ни о чем не думаю с тех пор, как это произошло. Он исчез навсегда. Этот смешной, детский, искрящийся взгляд, который я любил. Он никогда не вернется. Я убил его, когда рассказал тебе про Ребекку. Он исчез. За пару часов. Ты так повзрослела. О, Максим. Школа Кэррита. Его звали Черный Джек Брайди. Это был самый важный арест, какой я когда-либо делал. Это случилось примерно два года назад. Конечно же, я никогда в этом не сомневался. Он был опасным преступником, когда я его поймал. Подождите-ка минутку. Теперь они допрашивают беднягу Бена. Вы ведь помните покойную миссис Девинтер? Ее больше нет. Да, мы знаем. Она ушла в море, и море забрало ее. Хорошо, хорошо. Мы хотим, чтобы вы нам рассказали, были ли вы на берегу в тот вечер, когда она ушла в море и не вернулась. Были ли вы на берегу в тот вечер, когда она ушла в море и не вернулась? Я ничего не видел. Я не хочу в приют. Они там все жестокие. Никто не отправляет вас в приют. Все, что мы хотим от вас, это чтобы вы рассказали, что вы видели. Я ничего не видел. Ну же. Вы видели? Видели, как миссис Девинтер садилась в лодку в тот вечер? Я ничего не знаю. Я не хочу в приют. Хорошо, вы можете идти. Можете идти. Мистер Тетт, выйдите, пожалуйста. Клянетесь ли вы говорить правду, только правду, ничего, кроме правды. Клянусь. Покойная миссис Де Винтера давала вам свою лодку на профилактику? Так точно, сэр. Вы можете вспомнить, были ли у нее какие-нибудь проблемы с лодкой? Не было, сэр. Я всегда говорил, что миссис Де Винтер была искусственным моряком. Если бы миссис Де Винтер спустилась вниз и оставила бы штурвал, порыва ветра было бы достаточно, чтобы перевернуть лодку. Простите, сэр, но тут появились кое-какие обстоятельства. Что вы имеете в виду, мистер Тетт? Я имею в виду краны. Что еще за краны? Краны, которые используются при сушке лодки. Они всегда туго закручены, когда ты находишься в море. Так. Вчера, когда я осматривал лодку, я обнаружил, что они открыты. Что могло послужить этому причиной? Только одно. Так можно было наполнить лодку водой и потопить ее. Вы хотите сказать, что это была отличная лодка? Я знаю, ужасно так говорить, но, по моему мнению, ее намеренно затопили. Там есть дыры. Что за дыры? В днище. О чем это вы? Конечно, лодка оставалась под водой больше года. Она могла повредиться оскалы. Но мне кажется, что отверстия были сделаны изнутри. То есть вы считаете, что она затопила лодку намеренно? Несчастный случай исключен, только не с этой лодкой. Вы знали покойную миссис Девинтер очень хорошо, не так ли? Да. Думаете, она могла бы окончить жизнь самоубийством? Нет. Честно говоря, никогда бы не подумал. Вы можете идти, мистер Тед. Мистер Девинтер, пожалуйста. Мне жаль, снова вас вызывают, но вы слышали, что сказал мистер Тед. Я думаю, вы сможете нам чем-нибудь помочь? Боюсь, что нет. Вы можете предположить, откуда в днище лодки миссис Девинтер взялись отверстия? Я не могу назвать вам причину. С вами раньше кто-нибудь говорил об этих отверстиях? Ну, поскольку лодка была на дне моря, я думаю, вряд ли. Мистер Девинтер, я хочу, чтобы вы поняли, как мы все заинтересованы этим делом, и что я веду расследование не для собственного развлечения. Это очень серьезно, правда? Очень, надеюсь. Миссис Девинтер плавала одна. Можем ли мы предположить, что она сама проделала эти отверстия? Предполагайте все, что угодно. Вы допускаете возможность того, что миссис Девинтер покончила с собой? Не знаю, не вижу причины. Мистер Девинтер, как не больно это может быть, но я должен задать вам личный вопрос. Были ли вы и покойная миссис Девинтер совершенно счастливы? Были ли вы и покойная миссис Девинтер совершенно счастливы? Я не потерплю этого. Вы можете... Упала в обморок. Она упала в обморок. Объявляется перерыв на обед. Мистер Девинтер, я надеюсь, вы останетесь. Я же говорил, надо было позавтракать. Ты голодна. Мистер Фриз прислал вам еды сюда на случай, если вы не будете обедать дома. Хорошо. Припаркуйтесь за углом. Хорошо, сэр. Очень глупо с моей стороны. Если бы не эта глупость, я бы точно вышел из себя. Дорогой, пожалуйста, будь осторожен. Подожди меня здесь. Пойду поищу Фрэнка. Конечно, не волнуйся, дорогой. Со мной все будет в порядке. Вот. Глотни немного. Это поможет. Спасибо. С тобой все в порядке? Да-да, конечно. Не скучай. Не буду. Здравствуйте. Как себя чувствует новобрачная? Я бы сказал, жить с Максом не так-то просто. А вам лучше уйти, пока не вернулся Максим. Он ревнует. Правда? Вот бы не подумал. Но вы-то не считаете меня плохим серым волком, не так ли? Вы не знали, я обыкновенный безобидный пёс, и я думаю, вы хорошо держитесь при всём при этом. Просто потрясающе. А вы изменились с того момента, как я видел вас в последний раз. Неудивительно. Что тебе нужно? Привет, Макс. Всё складывается для тебя куда лучше, не так ли? Кто бы мог подумать. Я очень переживал за тебя поначалу, потому и приехал на допрос. Я тронул твоей заботой, но мы бы хотели пообедать, если ты не против. Пообедать? Замечательная идея, прямо как пикник. Не находите? Извините, вы не против, если я это туда положу? Знаешь, Макс, старина, похоже, нам есть что с тобой обсудить. Что ты хочешь обсудить? Те самые пробоины в дне. Пробоины, которые были сделаны изнутри. Малон? Да, сэр. Не зальешь ли немного хорошего бензина в мою машину? Бак почти пустой. И, Малон, закрой дверь. Да, сэр. Не возражаете? Знаешь, старина, мне кажется, что ещё до того, как закончится этот впечатляющий старомодный спектакль, я не знаю, кто с этого кое-что поимеет. Я вам не наскучил? Нет? Хорошо. Понимаешь, Макс, у меня тут к тебе выгодные предложения. Чтобы всё понять, тебе нужно прочесть эту записку. Это от Ребекки. Она её подписала и поставила дату. Я получил её вечер, когда она умерла. Но я был на вечеринке, смог прочесть её только на следующий день. А почему ты считаешь, что она меня заинтересует? Я не буду сейчас знакомить вас с содержанием, но могу вас уверить, что женщина, которая собиралась утопиться в тот же вечер, её бы не написала. Кстати, что вы делаете с костями? Пороните, наверное. И всё же к делу. Знаешь, Макс, я очень устал от своей работы продавцом машин. Не думаю, что тебе знакомо чувство, когда ездишь на шикарной машине и понимаешь, что она не твоя. Это очень-очень раздражает. Знаешь, о чём я? Хочется иметь самому такую машину. Я бы хотел поселиться где-нибудь за городом, найти хорошее место для охоты. Я не знаю, сколько точно всё это стоит, но я готов обсудить это с тобой. Мне нужен твой совет по поводу того, как жить припевающе и при этом не работать. Привет, Февел. Ты искал меня, Максим? Да. У нас с мистером Февелом здесь кое-какое дело. Нам лучше обсудить его внутри. У них должен быть отдельный кабинет. До встречи. Найди полковника Джулиан. Скажи, я хочу видеть его немедленно. Пойдём, Февел. У вас есть отдельные комнаты? Конечно, сэр. Сюда. Надеюсь, это подойдёт, мистер Девинтер? Да. Замечательно. Совсем как в рица. Вам что-нибудь принести? Да, мне, пожалуйста, большой брендис, Содовый. А как насчёт тебя, Макс? Можешь на меня рассчитывать, я угощаю. Нет, благодарю. Сделай мне двойное, ладно, дружище? Хорошо. Где мистер Девинтер? Пожалуйста, в ту дверь. Полковник Джулиан, это мистер Февел. Ну, с полковником Джулианом мы старые друзья. Поскольку вы знакомы, я думаю, вы знаете, что здесь он представляет полицию. Я думаю, он заинтересуется вашим предложением. Расскажите ему. Не пойму, о чём ты говоришь. Я хотел бросить продавать машины и уехать в деревню. Он грозился предъявить против меня доказательства, если я не стану его содержать. Я только хотел восстановить справедливость, полковник. Но раз уж мы коснулись разнообразных версий, касающихся смерти Ребекки, одна из них, конечно же, самоубийство. У меня здесь есть записка, которая ставит под сомнение достоверность этой версии. Прочтите её, полковник. Джек, дорогой, я только что был у врача, и теперь еду в Мандали. Я буду в коттедже весь вечер, оставлю для тебя дверь открытой. Я хочу сообщить тебе кое-что очень важное, Ребекка. Ну так как, похоже ты на записку женщины, которая решила покончить жизнь самоубийством? И потом, не хотите ли вы сказать, полковник, что если вы захотите покончить жизнь самоубийством, вы станете дыря в дно своей лодке? Ну уже, полковник, вы, как представитель закона, не считаете, что есть некоторые основания для сомнений? Убийство? Что же ещё? Вы знаете Максима уже давно, а значит, вам знаком этот старомодный тип? Он готов умереть за свою честь или мог бы убить за неё? Это шантаж, простой шантаж. Шантаж не бывает таким уж простым, он может наделать неприятности многим людям. Иногда шантажист может и сам, в конце концов, оказаться за решёткой. Понятно, вы встали на сторону Де Винтера. Только потому, что он тут такой популярный, и потому, что вы давно знакомы друг с другом. Будьте осторожны, вы обвиняете человека в убийстве. У вас есть свидетели? У меня есть свидетель. Бедняга Бен, этот идиот. Он видел что-то, но он тщательно это скрывает. С чего это вы взяли? Мы как-то вечером поймали его с Ребеккой за подглядыванием. Ребекка пригрозила ему, что отправят его в приют, поэтому он теперь боится говорить, но он постоянно там околачивался и наверняка всё видел. Это нелепо, мы его уже сегодня слушали. А вы ведь тут все заодно, не так ли? Если мои сведения верны, Кроули, то у вас мог тоже быть мотив, не так ли? Кроули не имел большого успеха у Ребекки, но на этот раз тебе может больше повезти. Невеста будет благодарна тебе за поддержку Кроули, каждый раз, как будет падать в обморот. Максим, пожалуйста! Твой характер не доведёт тебя до добра, Макс. Простите, джентльмены. Если вам ещё что-нибудь нужно, можете принести мистеру Девинтеру выпить. Нет, нет, ничего, просто оставьте нас. Давайте покончим с этим делом, Февел. Возможно, если вы так досконально всё изучили, может, вы назовёте нам и мотив? Вы правильно мыслите, полковник. Я прочёл достаточно детективных историй, чтобы знать, что всегда должен быть мотив. Если вы меня извините, через секунду я и это вам предоставлю. Поезжай домой, тебе не нужно здесь находиться. Пожалуйста, позволь мне остаться, Максим. Полковник, вы, конечно же, не позволите этого. Моё мнение об этом человеке не выше вашего. Но я официальный представитель и обязан выслушать все его обвинения. Полностью с вами согласен, полковник. Когда дело касается серьёзных вещей, мы должны быть уверены в каждой мелочи. Так, чтобы не оставалось ни капли сомнений. А вот и она, недостающая звено, свидетель, которая звучит мотив. Полковник Джулиан, миссис Денверс, я думаю, все остальные вам знакомы. Присядете? Нет, спасибо. Но думаю, что я встану вот так, чтобы ей было всё понятно. Дэнни, кто был доктором Ребекки? Обычно она вызывала Маклейна из деревни. Нет, ты же слышал, я сказал, доктор Ребекки в Лондоне. Я ничего об этом не знаю. Перестань, Дэнни, ты знала всё про Ребекку. Ты ведь знала, что она была влюблена в меня, не так ли? Никогда не забуду деньки, которые мы провели с ней вместе в коттедже на пляже. Она имела право развлекаться, не так ли? Любовь была для неё всего лишь игра. Только игра. Она смеялась над вами. Она садилась на постель и хохотала. Вы не могли бы назвать причину, по которой миссис Дэвинтер могла бы покончить с собой? Нет, я отказываюсь верить в это. Я знала о ней всё. Видите, это невозможно. Она знает это так же хорошо, как и я. А теперь послушай меня, Дэнни. Мы знаем, что Ребекка ходила к врачу в последний день своей жизни. Что это за врач? Не знаю. Понимаю, Дэнни, ты боишься, что мы попытаемся выудить из тебя секреты Ребекки. И ты защищаешь её. Но то же самое пытаюсь сделать и я. Я пытаюсь очистить её имя от клейма самоубийцы. Миссис Дэннерс. Было высказано предположение, что миссис Дэвинтер, возможно, была убита. Этого ты не ожидала, Дэнни. Но есть ещё кое-что. Имя убийцы. Это прекрасное имя, которое так и вертится на языке. Джордж Фортес Максимилиан де Винтер. Был один доктор. Она обычно посещала его одна. Она знала его ещё до замужества. Дэнни, как его звали? Доктор Бейкер, Шепард Буш, 165, Хэпплт Роут. Вот так, полковник, вот где вы найдёте свой мотив. Давайте спросите доктора Бейкера. Он расскажет вам, зачем она к нему приходила, чтобы убедиться в том, что у неё будет ребёнок. Маленький, милый ребёночек. Это неправда, неправда. Она бы рассказала мне. Она рассказала бы это Максу. Макс знал, что это не его ребёнок. И как любой джентльмен старой закалки, он убил её. Я боюсь, нам придётся навестить этого доктора. Хорошо. Но чтобы потом не возникло сомнений, я думаю, мне стоит поехать с вами. К сожалению, у вас есть на это право. Надо поехать и расспросить его. Продолжаем расследование. А вы не боитесь, что главный подозреваемый может сбежать? Даю вам слово, он этого не сделает. Пока, Макс. Пойдём, Дэнни, давай оставим несчастных наедине, чтобы они могли провести последние часы вместе. Ты уверен, что не хочешь, чтобы я поехала с тобой? Нет, дорогая, это будет слишком утомительно для тебя. Я приеду рано утром. А я буду ждать тебя. Готово, Максим? Вы двое езжайте вперёд, и я поеду за вами с Фавеллом. Доктор Бекер, возможно, вы уже читали про мистера Дэвинтера в газетах? Да, да, в связи с делом о теле, найденном в лодке. Моя жена читала об этом. Очень печальная история. Мои соболезновай. Нет, вы не так поняли. Не беспокойтесь, Фавелл, я всё сам расскажу доктору. Мы пытаемся собрать сведения, касающиеся того, чем покойная леди Дэвинтер занималась в тот последний день, 12 октября прошлого года. Вы не могли бы мне сказать, не было ли у вас такой пациентки в тот день? Мне очень жаль, но кажется, я ничем не могу вам помочь. Я бы запомнил фамилию Дэвинтер. Я никогда не видел миссис Дэвинтер. Может, вы могли бы назвать имена ваших пациентов? Я могу посмотреть в своём журнале, если хотите. У вас остались записи от 12 октября? Да. Вот оно. Нет, Дэвинтер, нет. Вы уверены? Вот все встречи на тот день. Расс, Кэмпбелл, Стэдо, Порино, Дэнверс. Дэнни, что за чёрт? Вы не могли бы ещё раз прочесть это имя? Дэнверс? Да, у меня была миссис Дэнверс. А вы не могли бы вспомнить, как она выглядела? Да, я её хорошо помню. Она была очень красивой женщиной. Высокая, брюнетка, эффектно одета. Ребекка. Леди приходила к вам под чужим именем. Действительно? Вот это сюрприз. Я знал её довольно давно. А что с ней было? Я не уверен, что имею право рассказывать. Как вы считаете, у неё был мотив, чтобы покончить жизнь самоубийством? Мотив для убийства, вы хотели сказать? Она ведь была беременна, не так ли? Скажите, что ещё женщина её класса могла тут делать? Если это официальный визит, должен ли я рассказывать? Уверяю вас, мы бы вас не побеспокоили, если бы это было неважно. Вы хотите, чтобы я назвал возможный мотив для самоубийства? Я думаю, что могу его назвать. Женщина, которая называла себя миссис Дэнвис, была очень тяжело больна. Она не была беременна? Так она думала. Мой диагноз оказался другим. Я направил её на обследование к специалисту, на рентген. В тот день она вернулась ко мне за результатами. Я помню, как она стояла здесь, держа в руке снимок. Я хочу знать правду, сказала она. Я не хочу услышать ничего не значащие расплывчатые фразы. Вы можете говорить мне всё открыто. Я знал, что ей не нужна сладкая ложь. Она просила правду, и я ей её сообщил. Она меня поблагодарила, и больше я её никогда не видел. Что в нём было? Рак. Да, в последней стадии операция бы не помогла. Через некоторое время она бы села на морфе, ей ничего не оставалось, как только ждать. Она что-нибудь сказала? Она только улыбнулась. Ваша жена необыкновенная женщина, мистер Девинтер. О, да, я помню. Она сказала что-то, что поразило меня в тот момент. Когда я сказал, что ей осталось не больше месяца, она ответила, не так много. Вы были очень добры. Вы рассказали нам всё, что мы хотели услышать. Возможно, нам потребуется официальное подтверждение. Подтверждение – да, чтобы подтвердить факт самоубийства. Могу я предложить вам по стаканчику у черри? Нет, спасибо, вы очень добры. Слава Богу, мы узнали правду. Ужасно. Почему такая прелестная женщина, как она? Почему? Ну, мне даже и в голову не приходило. Как и Дэнни, я уверен. Я бы выпил чего-нибудь. Мы всё ещё под следствием, полковник Джулиан? Нет, я считаю, у Максима больше не должно возникнуть проблем. Спасибо, сэр. Вас подвезти? Нет, спасибо, переночую в городе. Позвольте вам заметить, Фавел, шантаж – не лучший способ заработать. Есть ещё много других возможностей в жизни, каким бы странным вам это ни показалось. Понятия не имею, о чём вы. Но если вам когда-нибудь понадобится новая машина, полковник, дайте мне знать. Не могу выразить вам свою благодарность. Вы же понимаете, что я чувствую. Не за что. Забудьте про это. Позвоните вашей Жене, она, наверное, волнуется. Сейчас же позвоню. И поедем в Мандали. Прощайте, Кроули. Максиму повезло, что у него есть такой друг. Фрэнк. Да, Максим. Есть кое-что, чего ты не знаешь. Я всё знаю. Я не убивал её. Но теперь я знаю, что когда она говорила мне о ребёнке, она хотела, чтобы я её убил. Она всё отлично рассчитала. Вот почему она тогда смеялась. Не думай больше об этом. Спасибо, Фрэнк. Дэнни, я просто хотел тебе рассказать. Ребекка обманула нас обоих. У неё был рак. Да, самоубийство. Теперь Макс и эта его милая невеста смогут спокойно остаться в Мандали и жить долго и счастливо. Пока, Дэнни. Это ваша машина, сэр. Да. Вы скоро уедете? Здесь парковка запрещена. Неужели? Людям ведь можно иногда выходить из машины, если им хочется. Очень жаль, что вам, ребята, нечем заняться. Когда ты ей звонил, она сказала, что будет ждать? Я ей сказал, чтобы она шла спать, но она не слушает. Почему мы не можем ехать быстрее? Тебя что-то беспокоит, Максим? Не могу отделаться от чувства, что что-то не так. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Где миссис Девинтер? Я ее где-то видел. Где? Максим! Слава Богу, что ты вернулся! Дорогая, с тобой все в порядке. С тобой все хорошо. Миссис Денверс, она сошла с ума. Она сказала, что лучше уничтожить Мандали, чем позволит нам жить счастливо. Смотрите, западное крыло. Миссис Денверс, она сошла с ума. КОНЕЦ Продолжение следует...